здравствуйте дорогие вязальщицы вы на канале пара спиц с вами я тоня февралева сегодня хочу вам показать вот такой вот узор это объемная красивая резинка прекрасно тянется мне так этот узор запал в душу что смотрите сколько я навязала мне захотелось посмотреть из мохера из шерсти и цвета как будут разные смотреться и вот я вам тут навязала и с тонкой из толстой пряжи посмотрите как из тонкой смотрится это может быть резинка потому что она эластичная очень эластичная это может быть наоборот основной узор то есть мы начинаем с резинки а потом такой объемный объемный красивый свитер или кардиган пусть он видите сбоку он такими волнами идет вот у меня образец из мохера очень нежно красиво как будто бы вот такие завитки мне нравится вот такая вот изнанка у него здесь у меня очень яркая пряжа еще что мне нравится в этом узоре что полосочки переходы они очень ровные посмотрите идеальные полоски прям ровно как будто по линейке очерчено и конечно очень эластичная и и объемная и необычно я покажу как вязать этот узор в поворотном вязании и в круговом для поворотного вязания нам с вами нужно набрать любое количество петель кратное трем в конце мы добавляем две петли для симметрии чтобы у нас с обеих сторон узор выглядел симметрично и еще две кромочные петли первый ряд на изнаночной стороне и каждый раз начиная раппорт заново мы меняем цвет нити первый ряд кромочная петля далее вяжем все петли изнаночные второй ряд кромочная петля далее раппорт две петли изнаночные 1 лицевая и этот раппорт мы с вами повторяем до конца ряда пока не останется в конце 3 петли повторяю раппорт две петли изнаночные 1 лицевая и снова 2 изнаночные 1 лицевая 2 изнаночные 1 лицевая в конце у нас остались две петли для симметрии мы их про вяжем изнаночными и последняя петля кромочные и тоже про вяжем изнаночной третий ряд кромочная петля далее две петли лицевые они у нас для симметрии затем у нас идет раппорт 1 петля изнаночные 2 лицевые и вот этот уже рапорт мы повторяем до конца ряда 1 изнаночная 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые последняя петля кромочная провяжем ее изнаночной 4 ряд кромочная петля дальше у нас раппорт 2 петли изнаночные затем провязываем длинную лицевую из петли на 2 ряда ниже отсчитываем 12 вводим спицу и вытягиваем длинную лицевую делаем накид теперь провязываем лицевую из петли на один ряд ниже вытянули длинную петлю делаем накид и в нашу основную следующую петлю тоже вывязываем лицевую и делаем накид и вот это наш раппорт который мы будем повторять до конца ряда повторяю 2 петли изнаночные длинная лицевая из петли на 2 ряда ниже накид из петли на 1 ряд ниже накид из основной петли из нашего ряда накид и снова в конце у нас останутся две петли для симметрии мы их провяжем изнаночными и последняя кромочная петля пятый ряд кромочная петля дальше у нас две петли лицевые они у нас для симметрии вне раппорта а дальше у нас раппорт переводим нить вперед и делаем следующее мы с вами провязывали лицевые а между ними делали накиды вот теперь мы должны скинуть все накиды чтобы вы не запутались где накид а где петля действуем так первую скидываем вторую переснимаем третью скидываем четвертую переснимаем пятую скидываем шестую переснимаем и потянем высоко чтобы у нас тут все петли вытянулись нить у нас перед работой было и две лицевые вот наш раппорт который мы будем повторять до конца ряда повторяю раппорт нить вперед перевожу вам скинула пересняла петлю скинула пересняла петлю скинула пересняла 3 петли у нас длинные должны получиться 2 лицевые и снова скинула пересняла скинула пересняла скинула пересняла скинула последняя петля кромочная провяжем ее изнаночной шестой ряд кромочная петля дальше раппорт две петли изнаночные 3 вместе лицевой за заднюю стенку и это наш раппорт который мы будем повторять до конца ряда 2 изнаночные 3 петли длинные вместе лицевой за заднюю стенку 2 изнаночные 3 вместе лицевой 2 изнаночные 3 вместе лицевой в конце нас остаются две петли для симметрии мы их провяжем изнаночными и последняя петля кромочная вот мы провязали наши 6 рядов дальше мы поворачиваем меняем нить и снова 6 рядов то есть первый ряд у нас на изнаночной стороне находится повторяйте эти 6 рядов каждый раз меняет цвет и вот такая вот красотища у вас получится вот такая вот объемная красивая резинка вяжем по кругу раппорт 3 петли 6 рядов первый ряд вяжем все петли лицевые 2 петле изнаночные 1 лицевая и этот раппорт повторяем до конца ряда повторяю 2 изнаночные 1 лицевая 2 изнаночные 1 лицевая третий ряд вяжем также как и 2 2 изнаночные 1 лицевая и повторяем 2 изнаночные 1 лицевая 4 ряд раппорт 2 петли изнаночные далее 1 лицевая в петлю на 2 ряда ниже длинная накид 1 лицевая в петлю на 1 ряд ниже длинная накид просто 1 лицевая накид этот раппорт повторяем до конца ряда снова повторяю 2 изнаночные лицевая на 2 ряда ниже накид на 1 ряд ниже накид и просто лицевая накид 5 ряд раппорт 2 петли изнаночные далее 1 петлю переснимаем нить за работой одну петлю скидываем снова переснимаем одну петлю одну скидываем одну переснимаем и одну скидываем в итоге мы 3 петли пересняли и вытянули их вот этот раппорт повторяем до конца ряда повторяю 2 изнаночные одну петлю переснимаю нить за работой следующую скидываю снова петлю переснимаю следующую скидываю переснимаю следующую скидываю переснимаю до конца ряда и последний шестой ряд раппорт 2 петли изнаночные 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку и это наш раппорт и повторяем его до конца ряда 2 изнаночные 3 вместе лицевой за заднюю стенку 2 изнаночные 3 вместе лицевой за заднюю стенку повторяйте эти шесть рядов каждый раз меняет цвет и получится наш узор вот такой вот сегодня был узор надеюсь он вам понравился также как и мне попробуйте что-то связать своей пряжей может быть на другой пряжи он будет совсем иначе выглядеть спасибо большое что досмотрели это видео до конца с вами была тони февралева всего самого хорошего пока